Человек в силу своей любознательной природы Как вы уже могли догадаться, в этом видео речь пойдет о теориях заговора в хип-хопе Конечно, мы поговорим про Россию и про западную сцену С вами канал Убиваю Би Пи Эм Мы начинаем Поехали! Распад Янграша – это дело рук фараона Янграш является поистине культовым объединением, перевернувшим всю индустрию русской рэп-музыки В коалицию молодых рэперов ходили почти все самые громкие фрешмены последних лет Фараон, Бульвар Депо, i6-1, Томас Мраз, Джимбо, Твет, Гон Флатт, Нагазнал и многие-многие другие Начинали артисты свою рэп-карьеру примерно одновременно И имели приблизительно одинаковый уровень известности Янграша просуществовала всего два года, с 14 по 16 Но наделала немалый шум своими тремя турами Во время последнего под названием Harvest Time Было объявлено, что объединение прекращает свое существование Конечно, вокруг такого внезапного объявления сразу же появилась конспирологическая теория Ее суть Янграш распалась из-за того, что Фараон переругался с большей частью участников Что указывает на это? Внимательно проанализировав ход событий, возникают следующие мысли Если в начале пути у всех членов Янграша уровень известности был невысок То к концу ее существования появились основные лидеры Наиболее хайповым исполнителем в то время был безоговорочно Фараон Но при этом в составе молодой России, помимо битмейкеров, дизайнеров и прочих друзей Находилось еще около 20 различных рэп-исполнителей Некоторые из которых и по сей день не смогли закрепиться даже в среднем эшелоне русского рэпа Прозябая в своей непродуктивности Отсюда назревает конфликт Зачем Глебу тащить еще 20 человек и предоставлять им услуги концертного директора? А ведь все мутилось, судя по всему, через Даниэля, менеджера Фараона Если можно помогать лишь ближайшему своему окружению И работать только с самыми интересными представителями этого движения Очевидно, что на выступления в турах слушатели ходили в основном ради верхушки Янграши Затем вышли интервью i6-1 на Бульвара Депо и Диз от Супериорка от Протеуса Где все довольно непрозрачно намекали на то, что катализатором распада объединения стал, конечно же, Фараон Добавьте к этому распад Дэд Дайнести и все становится еще более правдоподобно В проект Фараона вложили 20 миллионов рублей Продолжим говорить о Глебе На самом деле, теория о том, что такой хайп Фараона обусловлен не столько его творчеством, сколько деньгами его родителей Появилась почти сразу после его резкого взлета Многие недоумевали, когда первый клип Фараона на «Ничего не изменилось» был добавлен сразу на сайт Rep.ru В то время, да и сейчас, не последний список рэп-ресурсов России Новость о выходе клипа также дополнялась хвалебной заметкой Как минимум, это свидетельство говорит о том, что вложения имели место быть Холодный Сименс постепенно набирал популярность, на том же сайте вышла хвалебная рецензия на второй релиз от Глеба Флора При этом все, молодой рэп-исполнитель, совсем недавно окончивший школу и перешедший на первый курс журфака МГУ Выкладывал достаточно качественные клипы, которые попадали на многие информационные ресурсы Кстати, все на том же сайте Rep.ru, Фараон попал в список молодых и перспективных артистов, которые изменят русский рэп наряду с ATL, скриптонитом, LSP и прочими Не потрачу ни секунды, это здание пылает инквизиторы Масло в огонь подкинул давний хейтер Глеба, Кизару Он сообщил, что по его инсайдерской информации, Фараона вложили порядка 20 миллионов рублей Пусть все члены Dead Dynasty постоянно отрицают этот факт, да и сам Глеб зачастую в треках позиционирует себя как селфмейд артиста Вряд ли его детство можно назвать бедным Его отец Геннадий Голубин, знаменитый в футбольных кругах селекционер, работавший во многих столичных командах Да и сам Глеб в детстве был то футболистом, то судьей А вы сами знаете, какие деньги крутятся в футболе, так что эта теория имеет место быть Хаски — это агент Кремля Что мы знаем про Дмитрия? Он родился в Улан-Удэ, переехал в Москву, поступил на журфак МГУ, стал журналистом Параллельно с этим записывал треки об экзистенциальной русской пустоте С годами сформировал свой стиль, постепенно перенимая западные фишки Работал на околооппозиционном интернет-канале КонтрТВ с Сергеем Минаевым Ездил на Донбасс, был знаком с Моторолой и Захаром Прилепиной Главное противоречие заключается в том, что при его образе простого парня с окраиной России Познавшего жизнь, который не хочет быть то красивым, то богатым, то его все рэпером, отрицающим массовую культуру Он не отказывается от денег спонсоров, активно принимает участие на фестивале, ходит записывать интервью на GQ и Афишу Определенно влияние на его судьбу оказало знакомство с Сергеем Минаевым Сергей же входит в некую псевдо-либеральную московскую богему Активно общается и работает с такими людьми, как Эдуард Багиров, Антон Красовский и Ксения Собчак Да и Контр ТВ был знаменит тем, что финансирование велось от правительства Российской Федерации Не будем лезть сильно в политику, но прогуглив всех вышеперечисленных персонажей Образ простого русского гопника романтика несколько рушится Децл жив? Об этом говорят с того самого дня, когда он покинул нас На пресс-конференции перед концертом в Ижевске в 2007 году Децл рассказал, что планирует инсценировать свою смерть Его цитата Наверное, инсценирую в 35 свою смерть и поеду курить на какой-нибудь остров И не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит Кирилл Толмацкий умер именно в 35 лет Интересное совпадение Это произошло именно в Ижевске В 2015 году в интервью одному из воронежских изданий Децл снова напомнил о своих планах Цитата «Я собираюсь прожить минимум 450 лет Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 и уехать жить на остров Осталось несколько лет, надо подумать над этой темой Последняя запись в инстаграме Децла – фото его картины На ней самой и в подписи к посту есть аббревиатура RIP RIP или RIP переводится как «Покойся с миром» «Rest in peace» Это традиционная надпись на надгробьях, которую активно употребляют в интернете Ею комментируют сообщения о смерти В данном случае надпись RIP была выполнена самим Кириллом 9 декабря позапрошлого года Почти за два месяца до сообщений о его смерти Ну и наконец, в день прощания с певцом на его YouTube-канале был опубликован его новый клип Это написанная Кириллом инструментальная композиция Она должна была войти в альбом «Метом психоз» или «Реинкарнация» «Реинкарнация» – это религиозный термин, означающий «переселение душ» Еще один интересный факт С середины 2000-х годов певец начал использовать в качестве одного из псевдонимов «Ле Трюк» Это искаженная французская «Ле Трюк» Возможные переводы обман, уловка и хитрость Ди Миксу намеренно ломали рэп-карьеру Теперь перейдем к западной сцене Вчера не стало Ди Микса Его смерть стала неожиданностью для всей индустрии Но нужно сказать, при его жизни Уже появились версии о том, что рэп-сфера не совсем благосклонна к нему относится Ди Микс сумел достичь колоссального успеха в рэп-музыке в конце 90-х – начале 2000-х годов Его уникальный флоу, стиль, искренность и помощь от коллег по Rough Riders Сделали его одним из самых успешных хип-хоп-артистов в мире Но потом пошли неприятности Ди Микс увяз в постоянных проблемах с законом Регулярно отбывая очередные тюремные сроки за насилие над животными Изду не в трезвом виде, хранение наркотиков и нарушение правил условного освобождения Такой печальный итог некогда великой карьеры Многие стали объяснять тем, что большие боссы хип-хопа Намеренно решили погубить рэперу жизнь Сторонники этой теории утверждают, что по их указке пресса и интернет-издания Создавали Эрлу Симмонсу негативный имидж А обвинения против него не единожды были сфабрикованы Как бы мы не любили Ди Микса, эта теория не выглядит правдоподобной Да, в прессе рэпера действительно очень часто порицали Иногда незаслуженно Но вряд ли кто-то будет спорить, что образ жизни бывшей звезды Нью-Йорка И его психологические проблемы могли иметь другие последствия Ди Микс действительно имел зависимость от алкоголя и наркотических средств А также с детства страдал психическим расстройством Тупак инсценировал свою смерть Пожалуй, это наиболее обсуждаемая теория заговора в хип-хопе С того времени, как Пака застрелили, прошло уже больше 20 лет Но его преданные фаны и просто любители искать тайны во всем Продолжают активно настаивать на том, что смерть рэпера – это инсценировка Якобы Пак устал от шоу-бизнеса, от Death Row, от славы И решил уйти на покой, уехав жить далеко и спокойно В сети регулярно появляются новые фото и видео людей, похожих на рэпера Авторы преподносят их как безусловное доказательство, подтверждающую теорию Фанаты Тупака ссылаются на якобы зашифрованные послания в последнем альбоме Шакура И его увлечение трудами Никола Маккиавелли, который не раз умирал в шутку В общем о том, что Пак жив, можно написать целую книгу, но факт остается фактом Легендарный рэпер за 22 года так публичный не объявился, поэтому теория продолжает оставаться теорией Но люди в своих поисках не останавливаются, снимаются даже документальные фильмы В прошлом году американский режиссер Рик Босс рассказал о работе над документальным фильмом Тупак, The Great Escape from UMC Фильм исследует одну из популярных теорий заговора о том, что Тупак Шакур по-прежнему жив И скрывается на территории Соединенных Штатов Америки Цитата режиссера Этот фильм о том, что Тупак на самом деле покинул медицинский центр в Вегасе, UMC Переехал в Нью-Мексико и получил защиту от племени Наваха Режиссер считает, что во время стрельбы в 96 году погиб двойник рэпера А Тупак заранее знал о покушении и сбежал на вертолете в Нью-Мексико Он также объяснил причину, почему рэпер предположительно не смог покинуть страну Цитата «Когда вы в розыске у агента ФБР, они стараются заблокировать аэропорты Вы не можете никуда выехать, и лучший способ сбежать – улететь на частном вертолете в другой штат» Однако он не объяснил, почему, по его мнению, рэпера разыскивало ФБР Босс утверждает, что получил информацию от людей с близкого окружения Тупака И не считает теорию о живом Тупаке выдумкой Затем сын бывшего менеджера Шакура, генерального директора Death Row Records Шуга Найта Поделился своей версией истории В серии удалённых инстаграм-постов он рассказал, что рэпер живёт в Малайзии И даже работает над новой музыкой Да-да, тут мы не будем обсуждать теорию о том, что он Фрой на самом деле жив Ведь есть куда более интересная версия Ещё в 2017 году, когда Экс только вышел из заключения Он поговорил на тему того, что Дрейк сплагиатил его трек Look at Me В сторону канадца было высказано немало гадостей И, возможно, популярный артист не простил 20-летнего юношу В его треке Upset, который он выпустил за месяц до убийства Экса Есть строки, которые почти что описывают смерть Тентасиона Перевод XXX В этот раз я стреляю ниже шеи Почему ты продолжаешь стрелять, если знаешь, что он мёртв? Только такими вещами ты зарабатываешь уважение Также высказываются предположения, что в смерти Тентасиона могут быть виноваты Мигас и Солдер Кит А на сегодня у нас всё Какие ещё теории заговора в рэпе вы знаете? Пишите свои варианты в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Всем пока Всем пока